всем привет меня зовут константин александрович и мы с вами продолжаем изучать физику 7 класса у нас с вами новая глава она называется давление твердых тел жидкостей и газов как раз таки в этом видео мы с вами познакомимся с давлением если до этого мы с вами в основном обсуждали твердые тела то теперь к нашим обсуждениям еще будут подключаться жидкости и газы и также мы обсудим это видео передачу давление жидкостями и газами и узнаем что такое закон паскаля а начнем с опыта попробуем обычный лист бумаги проткнуть сначала пальцем нашей руки как бы мы не пытались это довольно сложно сделать теперь попробуем проткнуть тот же самый лист бумаги но уже с помощью ручки и примерно при тех же усилиях нам удалось это сделать достаточно быстро и давайте разберемся почему это так произошло значит вывод какой можно сделать из рассмотренного опыта можно сказать что результат действия силы зависит не только от ее значения но еще и от площади той поверхности на которую эта сила действует значит у нас сначала был палец руки который действовал на бумагу потом у нас была ручка действие которое мы оказывали с помощью пальца и ручки примерно одно и то же но вот площадь которая соприкасалась с листом она была разная поэтому результатом получили разные с помощью ручки мы смогли проткнуть из бумаги физики для того чтобы учесть как значение силы так и площадь той поверхности на которой это сила действует введена физическая величина давления давление еще раз это физическая величина равная отношению силы действующей перпендикулярной поверхности к величине площади этой поверхности значит давление физики обозначается латинской буквой п маленькой буквой если что большой буквой п напоминает что обозначается вес который нам также будет встречаться физики значит анализируя определение для давления мы можем записать следующую формулу p равно f делить на с где f это сила а с это площадь перейдем к единицам измерения давления значит если мы будем анализировать формулу то мы заметим что единица давления в системе си будет ньютон на метр квадратный потому что сила измеряется в ньютонах а площадь измеряется метрах квадратных физики специально для такой физической единицы измерения введено отдельное наименование паскаль в честь французского ученого блеса паскаля на письме сокращенно паскаль мы будем обозначать то значит один по 1 паскаль это один ньютон делены на 1 метр квадратный или еще раз другими словами 1 паскаль это такое давление которое создает сила равная одному ньютону действующая перпендикулярно поверхности площадью 1 метр квадратный не забываем про кратные и дольные приставки значит при расчете давления нам часто будет встречаться приставка кило напоминаю что приставка кило обозначает тысячу значит 1 кило паскаль это 1000 паскаль помимо этого нам также будут встречаться и приставки мега мили микро и другие а давайте проанализируем формулу которую мы получили чуть ранее а по равно f делить на с значит для того чтобы получить с помощью малой силы или с помощью постоянной силы большее давление а нам надо уменьшить площадь поверхности которые на которой эта сила действует а это как раз таки заложено за основу таких приборов как нож пила ножницы игла значит что здесь произошло чтобы мы могли этими ножницами что-то протыкать резать их площадь поверхности которая соприкасается с каким-либо предметом она очень маленькая и прикладывая даже небольшое усилие мы с помощью них можем создавать довольно большое давление другая ситуация мы хотим уменьшить давление при неизменной силе чтобы уменьшить давление нам нужно наоборот увеличить площадь это например взято за основу тракторов или больших сам машину которых очень большая масса их шины специально увеличивать чтобы их давление на землю было меньше ну например трактор им часто нужно проезжать по какой-нибудь влажной земле вязкой да и чтобы там не забуксовать и давление их было меньше на землю созданы специально гусеницы давайте рассмотрим пример решения задачи на давление чтобы закрепить формулу которую мы вели в этом видео значит у нас есть шкаф масса 80 килограмм площадь его опоры с 400 сантиметров квадратных и нам нужно рассчитать давление которое этот шкаф оказывает на пол условно начинаем с дано когда читали задачу параллельно записываем что нам известно нам известна масса шкафа это 80 килограмм нам известно площадь опоры 400 сантиметров квадратных обращаю ваше внимание на то что сантиметр это не единица системы си и также занесем ускорение свободного падения 10 метров на секунду в квадрате поскольку нам это пригодится решение найти нам нужно давление а переводим площадь в систему си вспоминаем что один метр это сто сантиметров а в одном квадратном метре уже будет десять тысяч сантиметров при переводе сантиметров квадратных метр квадрата нам нужно поделить на десять тысяч и мы получаем четыре сотых метра квадратных далее переходим к решению когда все физические величины выражены согласно системе си и решение начинаем с того что записываю формула для давления по равно f делить на с какая сила действует на поверхность началась и шкаф мы рассматриваем конечно же ситуации на нашей планете земля шкаф стоит на какой-то поверхности на него действует сила тяжести и это действие передается опоре на который стоит шкаф то есть условно нам нужно силу рассмотреть вес шкафа вес будет равен м же поэтому подставляем массу скорее свободного падения делим это все на площадь и получаем 20000 паскаль опять же вспоминаем приставки тысячу можно заменить приставка кило и ответ на что сократиться будет 20 кило паскаль конце еще раз записываем ответ и указываем давление которое мы получили при решении задачи давайте перейдем к обсуждению давления в газах если с твердыми телами в целом все понятно они передают свое давление по направлению действия силы то с газами намного интереснее вспоминаю что газ это такое агрегатное состояние в котором молекулы практически не взаимодействует между собой и в целом молекулы большую часть времени проводят спокойно двигаясь по объему который предоставлен им значит давление в газах соответственно создается за счет того что молекулы которые находятся в ком-то сосуде или в ком-то определенном объеме они за счет своего движения постоянно ударяются о стенки сосуда и так раз таки за счет этого создается давление ну например вот мы надули шарик мы накачали его воздухом шарик имеет круглую форму почему потому что эти молекулы они двигаются куда им только вздуматься для них все направления равновероятны то есть сколько идет вверх примерно столько же молекул летит вниз и так вот они во все стороны летят и соответственно шар приобретает такую круглую шарообразную форму значит обсудим от чего может зависеть давление газов достаточно прессии несложный эксперимент возьмем сосуд с газом к этому сосуду прикреплен поршень который может двигаться с одной стороны а с другой стороны поместим пленку тонкую резиновую которым может при небольших усилиях деформироваться значит будем уменьшать объем в этом сосуде за счет того что будем вдвигать поршень мы заметим что при уменьшении объема эта пленка она немножко подрастянется это означает что давление внутри сосуда возросло еще раз при уменьшении объема давление газа она будет возрастать если масса газа при этом будет не меняться ну и соответственно если мы наоборот увеличим объем как на крайне правом рисунке изображено то есть выдвинем поршень наверх соответственно у молекул газа будет больше объема по которым они могут летать ударов о стенке будет меньше и наша пленка резиновая она наоборот погнется немножко внутрь за счет того что вокруг нее существует атмосферное давление также давление зависит еще от температуры как мы знаем при увеличении температуры темп хаотического от этого движения молекул он возрастает и если мы будем увеличивать температуру эти молекулы будут более интенсивно двигаться по объему они будут все чаще и чаще ударяться о стенки сосуда и это будет опять приводить к увеличению давления которое они оказывают на вот эти самые стенки еще раз повышение температуры газа закрытом сосуде она приводит к увеличению его давление значит переходим к формулировке закона паскаля этот закон он справедлив не только для газов но и для жидкостей чем заключается его суть значит давление оказываемая на жидкость или газ передается ими по всем направлениям без изменения что это означает ну например наберем в пакетик воду этот пакетик закроем и если мы будем давить на этот пакет то он в конечном итоге разорвется и дырка которым появится она может быть в любом месте если вот этот пакетик он сделан из однородного вещества то есть от это давление жидкости она будет оказывать вас по всем направлениям одинаково при нажатии но найдется какой-нибудь месечко где у пакетика условно меньше материала будет и там появится дырка но а так если пакет был бы у нас идеально однородный эти дырки вы должны были появиться везде одновременно как раз таки чтобы проверить закон паскаля да и более наглядно с ним ознакомиться существует такое устройство как шар паскаля значит из чего состоит шар паскаля он состоит из стеклянной трубки в этой трубке есть поршень который может по ней двигаться и с другой стороны трубки укреплен пол и шар с маленькими отверстиями по всей его площади поверхности соответственно в трубку мы можем набирать воду или газ и при двигании поршня мы заметим что струи жидкости или струи газа они будут вылетать со всех дырок одновременно значит закон паскаля он подтверждается экспериментально на этом у меня все всем спасибо за внимание до скорых встреч до встречи